Совершенно новая неожиданная тема возникла в списке главных тем современности, главной повестки дня, когда рядом с украинскими вдруг возникли грузинские названия. Тбилиси в первую очередь, проспект Руставели и события, которые происходят в столице Грузии прямо сейчас. Вдруг ни с того ни с сего полыхнуло, и российские граждане, посмотрев там интернет, телевизор, вдруг вспомнили, каково это иметь право выходить на площадь в большой демонстрации, протестовать, биться за свои права, критиковать правительство, требовать отмены закона и так далее. В России это все давно забыто, это все уже поросло быльем, а Грузия совершенно по-другому устроена. И вот, пожалуйста, там парламент, парламентская республика, которая принимает решение, значит, законе и на агентах, и полыхнула. Настоящая демонстрация народной воли, настоящий народный протест, настоящее проявление демократии. По поводу чего? По поводу того, что карманное правительство Иванишвили, карманный парламент, в котором заправляют люди бензины Иванишвили, приняли закон об иноагентах на грузинскую версию, как грузинскую версию этого закона. Кто такой Иванишвили, теперь опять все вспомнили. Это мальчик из бедной грузинской семьи, который жил в России, разбогател в России, гражданин России, миллиардер российский, банк российский, кредит ему принадлежал. Этот мальчик, который 10 с лишним лет назад приватизировал Грузию. Удивительная вещь. Среди всех республик бывшего Советского Союза Грузия в этом смысле одна такая. Ну, в самом деле, если мы начнем копаться в том, какая власть устроилась в бывших республиках Советского Союза, там часами можно говорить, в Средней Азии такие ханские дела, там Туркменбаши и прочее, Балтийские республики, в Евросоюзе, с Украиной что происходит, видим сейчас, в Белоруссии свой мелкий Сталин образовался, крестьянский, а в Грузии вот оказалась практически частная власть одного человека. И вот что случилось, парламент стал принимать закон, инициированный, естественно, партией власти, то есть его Нишвиливской партией, вот и на агентах, повторяющие российскую историю. И грузинскому народу это очень сильно не понравилось, потому что там сейчас вообще очень, как бы это сказать-то поточнее, неровно дышит относительно всего, что связано с Россией. Причем, с одной стороны, Грузия предоставила сейчас убежище тысячам и десяткам тысяч релакантов из России, с другой стороны, российские танки находятся в одном суточном переходе от Тбилиси, и 20% территории находятся под контролем России. Все это создает в Грузии чрезвычайно нервную такую виполярную обстановку, и все, что касается русских тем, очень неоднозначно в народе воспринимается. История отношений России и Грузии очень долгая и очень сложная. Мы когда росли, мы все знали, ах, Грузия это Чурчхела, Грузия это ах, хинкали, грузинская кухня, чахухбили, сациви, сыр надуги, и так далее, и так далее, баши, все, что хочешь, такая грузин. Кикабидзе, Нани Бригвадзе, Динамо Тбилиси, Давид Кипиани, выдающиеся грузинские художники, выдающиеся грузинские режиссеры, актеры, выдающиеся грузинские воры в законе. Наверное, больше половины российских воров в законе грузины, я не подсчитывал давно это дело. Вроде бы грузины и русские братья, и все знали в советское время, что грузины богатые, что они торгуют на рынках, хотя на самом деле как раз грузин меньше торговали на рынках, чем другие кавказцы, но суд не в этом. Грузия высокоинтеллектуальная страна, очень близкая русским, потому что православная. И все нас всегда учили, что всегда русские и грузины были заодно, и в Великой Отечественной войне воевали вместе масса грузин. Сталин был грузином. Само собой разумеется. И в войне против Наполеона отличился героический грузинский генерал Багратион, погибший, умерший от ран, похороненный как герой Бородинского сражения. На самом деле отношения очень сложные. И штука-то вот в чем. Грузия в Закавказье, исторические грузинские царства и княжества, их много, они были раздроблены. Картлинская, Кахетинская, Менгрельская, Меретинская, там Гурийская много. Они все находились под диким давлением. С одной стороны турки, с другой стороны персы, Иран. А кто это такие? Это ислам. И православным народностям, которые теперь они составляют общую Грузию, было очень тяжело. Необходимо было защищать свою веру. Было очень сложно. Иногда это были кровавые битвы, иногда как-то более-менее было мирно. Иногда были случаи, были периоды, когда грузинские цари даже не венчались на царство Вамцхета в древней столице. Я имею в виду Картлинско-Кахетинское царство. Самое большое это, где вот вились. А им даже приходилось. И они были мусульманами. Иногда известны случаи, когда грузинские цари, например, участвовали в войнах за Иран, за Персию, как на командующие, допустим, гвардии персидской. Но как быть православному царю, воевать за мусульман. А договаривались, например, таким образом, что, находясь в Грузии у себя, он царь православный, а когда он прибывает на службу, военную службу в Персию, то он принимает ислам на время. На это время он не употребляет вино. Потом обратно возвращается домой к себе, на побывку. Превращается обратно в православного. Может употреблять вино и все остальное. Бывало и такое. Даже имена бывали разные. Там, скажем, грузинский царь, условно скажу, там Ираклий, прибывает на службу в Персии, он становится шах на вас второй. Потом возвращается обратно, обратно Ираклий. Я это не в качестве анекдота рассказываю, а просто как иллюстрацию того, что были века очень сложные и политики, и войны, и вот таких компромиссов бесконечных, пока, наконец, в конце 18 века Россия не взяла Грузию под свое крыло, как православных братьев. Это еще было при Екатерине II. Подписан был Георгиевский трактат 1780-е годы. Потом были какие-то политические дополнительные телодвижения. В это время персы опять напали полностью, уничтожили Тбилиси, просто в кровь. Просто вырезали сотнями жителей, угоняли в рабство в конце 18 века. Короче говоря, при царе Александре I, в самом начале его царствования, Грузия окончательно вошла в состав Российской империи. И произошло одно только одновременно событие, которое сегодня очень многие в Грузии помнят. Кому не наплевать, кто помнит и любит свою историю. Дело все в том, что были обеспечены, сохранены все привилегии грузинского дворянства, грузинского духовенства. В общем, Россия много чего обещала. Там встали русские войска, защищающие против там турок, кого угодно, персов, кого угодно. Только одна вещь изменилась. Россия отобрала у грузин трон. Больше царей грузинских не стало. Цари превратились в князей. А царь может быть только один в Российской империи. Это русский царь. И в частности генерал Багратион, герой войны 12-го года с Наполеоном. Он был из царствующей фамилии Багратионе. Но в итоге он оказался русским князем. И сегодня в Грузии это многие помнят. Да, Россия помогла, да, Россия защищала, но при этом Россия лишила грузин государственности. Конечно, с другой стороны, есть голоса, что если бы не Россия, то Грузия полностью была бы исламизирована, захвачена либо Турцией, либо Персией. Но факт остается фактом. Из истории его не выщупать. Потом прошли годы, десятилетия. Российская империя. Потом случилась Октябрьская революция. После Октябрьской революции куски империи разошлись по отдельности. И Грузия оказалась социал-демократическим государством. Социал-демократический грузинский республик, который, знаете, как назывался? ГДР. ГДР. Грузинская демократическая республика. И долгое время у Ленина, Сталина и их товарищей руки не доходили до Грузии. И Грузия существовала самостоятельно. Года три примерно. 1918-1921. А вот когда красные разобрались с поляками, когда красные выбили Врангеля из Крыма и закончили там гражданскую войну, тогда они взялись за Грузию. И три главных действующих лица, Сталин, Орджоникидзе и Киров, ставили во главе захвата независимой Грузии войсками большевистской России. Правительство грузинское во главе с Джорданией было выкурировано морем, по-моему, во Францию, во всяком случае из Грузии. В Грузии установилась советская власть. И до сих пор в Грузии многие помнят о том, что и кто захватил их в 1921 году. И до сих пор в грузинском обществе есть очень четкое понимание обиды. Конечно, в советские десятилетия никто не рассказывал об этом вслух очень сильно громко, потому что понимали, что за это может прилететь, когда у тебя пистолет возле виска НКВД или КГБ, громко говорить не будешь. Но когда закончилась советская власть, Грузия стала отдельным государством, очень бедным, раздираемым гражданской войной, нищета, ужасное просто было время, 90-е годы. Естественно, все национальные воспоминания всколыхнулись. И сегодня в республике очень много людей, которые исторически не хотят возвращения влияния России. Право они или нет, это второй вопрос. Они живут на своей земле. То, как они относятся к русским, видно сегодня потому, как они помогают релакантам, как Грузия пустила к себе десятки тысяч людей, уезжавших от режима Путина или от мобилизации путинского режима. Нормально относятся. Но политически к государству России, Российской империи, Российской Федерации, что одно и то же, в Грузии очень многие относятся прохладно, это мягко говоря. Поэтому, когда сейчас вдруг возникла история о том, что в Грузии принимается закон об иноагентах, чисто российский закон, с американскими корнями, но чисто российский закон, народ всколыхнулся. И мы увидели, как это происходит. И главное, что сейчас все, весь мир увидел Россия в том числе, что, оказывается, бывают страны, где народ имеет право голоса. Даже при том, что парламент куплен в Анишвиле, что президент же зависит от него, госпожа Зорубишвиль, неважно. Все равно народ вышел и заставил политические партии заткнуться, хотя бы остановиться, хотя бы на время отдуматься. Это тот пример, который крошечная Грузия сегодня подала России.